Все элементы А положительные. Так, да. Начинаем доказать нарушение дюдином. Ну, церевозение, я не знаю, это фольклорган. Так. Здесь мы требуем, чтобы элементы А были положительные. Ну, это нужно для сказательства, конечно. Но еще это здесь удобно, потому что мы не хотим иметь Говорится деление. Здесь заветно мы делим на положительное число. Все в порядке с делением у нас. Ну, давайте по поводу доказательств. Используется та же самая идея, которую вам рассказывал Илья Викторович. Но реализация здесь будет более простой. Илья Викторович, где-то теоремы. Идем вот на такое прямое произведение, чтобы его не будет исцел. Можешь к нам, здесь я оставлю тебе хружок. Это множество уже, множество пар элементов. Пару чисел мы будем сочетать с точкой на плоскости, соответствующим координатам. У нас имеется здесь целый координат. Мы рассматриваем всевозможные точки, которые будут преобразованы условиями. Абсисса, это есть элемент из множества, ординат есть тоже элемент из множества. И все такие точки вылипсом. Все такие точки вылипсом. Сколько будет таких точек, вернее, нарисуем, обозначим на плоскости. Сколько будет таких точек, ну и будет понятно, сколько будет n в квадрате. Абсисса принимает одно из назначений ордината, принимает одно из назначений всего пар таких n в квадрате. И дальше мы можем что-то делать. Мы начало координации соединяем со всеми этими точками. Пробоим из начала координации лучи, все возможные лучи, которые проходят через какую-либо из нарисованных точек. Получим какое-то множество лучи. Все лучи, конечно, в первой квадрате. У нее будет из начала координации направо-дверо. Но мы эти лучи ограничены координации. Все эти лучи упорядочены противочасовой стрелки. Сначала мы возьмем луч, который наиболее близко расположен к костю Абсис, потом следующий, потом дальше следующий. И так мы получим некоторый набор лучей. На каждом видится сколько-то точек из нашего новости. Ну, всего у нас точек от n в квадрате, поэтому общий чисел точек это n в квадрате. Давайте мы расскажем пару соседних лучей. Идея ваша все состоит. Возьмем какую-то точку из на первой луче, у которой координаты, обе координаты, которые нуждают множество 2, а какую-то точку на втором луче, у которой обе координаты опять же принадлежат множество 2, ну, это каждой в первой, раз мы приземлились в шпинг, от которой начинается началь координаты, кончается в этой точке. И возьмем сумму этих двух векторов. Ну, если эта точка имела как-то A1, A2, вторая A1, A2, 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 A2. Ну, эта точка имеет как-то A1 плюс A1, A2, A2 плюс A2. И мы видим две замечательные вещи. Первая вещь это то, что вот это вот, когда мы взяли сумму векторов, то, что эта сумма, это вектор, который лежит между вот этими двумя лучами. Вторая замечательная вещь, что если мы возьмем отношение ординаты к абсциссии, то это будет элемент измноженства вот этого нашего, который нас интересует A2 плюс A1 и A2 плюс A2. И в чем состоит A1-доказательство? Он состоит в том, что мы между двумя вот этими лучами, но мы не берем эти луча основными лучами, то землю луча тут, что рассоединяет начало координат с какими-то точками измноженства вот этого A1-доказательства. Может, и здесь мы между лучами находим достаточно много точек таких, что вот это вот отношение абсциссии, ординаты к абсциссии будет для разных точек различным. Ну, и таким образом мы получаем две точек между этими лучами, получаем какое-то количество, которое можно оценить, различных отношений. Если вот на одном луче M точек, M точек-то вот такого вида, вида A1, A2, A1, A2 тоже из А2. На втором луче M штрих точек, то тогда мы можем между этими лучами M плюс M штрих минус одну точку, причем такое, чтобы отношения знаток абсциссии были бы различными. Ну, это понятно. Ну, это, наверное, мне очень понятно, это я хочу оставить в качестве упражнения вот это это все додумать, но вот и вот потом для каждого для каждого двух лучей получаем вот какое-то множество разных отношений. «кажем», это можно делать для каждой пары соседних лучей, для каждой, для каждой пары соседних лучей. Мы сможем поделать. И когда нам делать разные пары соседних лучей, мы ключем разное отношение, насколько мы ключем Возьмем, скажем, три вруча Для первой и второй возьмем две точки суммы Для второго и третьего возьмем их сумму Здесь уже можно Когда возьмем сумму этих вруч, то эти вектора будут по-разному направлены Этот вектор лежит между первым и вторым лучом Вот этот вектор между вторым и третьим, понимаете? Они по-разному правильные отношения тоже будут различные Мы получаем много различных отношений Ну, как такое? В чем мечтать не кончится, чтобы не отнять слишком много времени? Но если вы это проделаете, то получится отцепить в этот параллельный сенсор Ну, здесь сверху Ничего такое соображение Мы можем не использовать, что На самых крайних лучах лежат ровно по одной точке Ну, да, конечно У нас имеется несколько лучей, которые исходят из нуля Они расположены в порядке Против часовой стрелки На каждом из них находится только точек Видео А1-2, где А1-2 лежат два На первую очередь Один точек, на втором А2, а далее Значит, теперь Оценка снизу для А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Векторам между первым и вторым, на чем я Я это не доказывал, я это предлагаю, а потом подумал, как это делать М1, М1 плюс М2 плюс одно отношение дают между вторым и третьим, М2 плюс М3 плюс 1, плюс М2 плюс М3 плюс 1, плюс М2 плюс М3 плюс 1. Но это речь о векторах, которые лежат между этими нашими основными лучами. Но теперь можно брать сумму векторов на одном тонном луче, если мы возьмем сумму двух векторов на одном тонном луче, то это будет уже отношение такое, которое имеет местную точку от луча, отношение от 1 на 1. Дальше я отключил, всего будет М3. Ну вот это будет решение для отношения такой суммы, это будет 2М1 плюс 2МТ минус М1 плюс М1 плюс 1. Ну здесь все числа М2М3 до МТ встречаются дважды с коэффициентом 2М1 и МТ встречаются коэффициентом 1, поэтому приходится отнимать. Здесь мы отняли К3М1, прибавили МТ, и вот в итоге очень такой разный все это будет 2М1 плюс М1 плюс М2. Ну то, что между учебами находится, можно найти вам вот такое количество точек, это я вам не доказал, это я вам предоставляю сделать, подумать как подавать. Продолжение следует...